Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмири и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. И сегодня фокус на еде! Ура! И в этом мне помог, конечно же, ютубчик. Вообще, как я благодарна создателю ютуба. На самом деле, столько полезной информации мы можем найти в ютубе. И бесполезной, конечно, но все равно. Я мучилась с этой камерой уже полгода. Я полазила в интернете и нашла, как настраивать фокус. Вообще, я поняла, что на данный момент в ютубе можно найти просто все. Не нужно обращаться к профессионалам. Фокус на еде. У нас, значит, сегодня с вами сырники, которые я приготовила сама. Так как меня все обзывают в комментариях, что Айка ничего не готовит, все делает мама. Так вот, это сырники моего приготовления. Правда, мама говорит, что получилось не очень. Я согласна, Никит. Знаете, что случилось? Извиняюсь, опять же, за посторонние звуки. На улице вообще такой ветер просто уносит себя. Какие сырники! Я не знаю, у вас тоже так или нет, но когда я что-то готовлю, мне настолько это нравится. Убралась в комнате, показала вам в инстаграме. Наверное, совсем не к столу, но я сегодня была у дерматолога. Опять! У меня было средство, которым я лечила свои болячки на лице. Как болячки, но вы поняли. Проблема в том, что у меня есть пара высыпаний на лице, которые не проходят, вообще не проходят. Я понимаю, что это не тема, которую открывают за столом, но я вас считаю своей семьей, честно. Например, день у меня прошел, и я не рассказала вам, что же я делала, куда я ходила. Как так? Вы не знаете, мёжь такой еще нечто. Я живу со всеми вами. С 50 тысяч человек. Потому что стабильно. Меня смотрят 50 тысяч. Даже некоторые комментарии. Я уже знаю этого человека, я его знаю по аватарке. Ой, 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 какой чай. Здесь у нас киви. Многие пишут, что Айка делала видео покороче, как раньше. Но, ребята, если они будут покороче, я не буду успевать все доесть. Либо, если я буду очень быстро есть, все будут писать. То, что с голодного края, то, что как сумасшедшая ешь. Может, для кого-то сыпь на лице и какие-то кожные проблемы, это мелочи, да. И многие, если честно, меня не понимают, потому что говорят, что ой, пару высыпаний, это бывает. Но, блин, ребята, они не проходят. Одно из высыпаний у меня уже 3 месяца, и оно не проходит. И это, в этом нужно искать какую-то проблему. В общем, я сказала врачу, что я блогер. То есть, ты мне поможешь, говорю, избавиться от прыщей? Я согласна за все платить, мне ничего бесплатно делать не надо. Я тебя пропиариваю, говорю, чисто от души, просто ради того, чтобы мои подписчики тоже нашли способ избавиться от этой ненужной сыпи на лице. Потому что я сужу по себе. Мне это дает неуверенность. Кто-то скажет мелочи и так далее, кто-то напишет, что вот опять ноет, но нет. Реально это делает меня неуверенная. Одна девочка позавчера мне в инстаграме написала огромное вот такое вот сообщение. И там была просто куча оскорблений. Даже не в том плане оскорблений, а типа советов, что вот, ты медийная личность, у тебя уже столько подписчиков. Иди, сделай себе нос другой. Иди, не знаю, сделай губы больше. Так вот, ребята, я не считаю, что у меня какой-то дурацкий нос или губы меня все устраивает. Я считаю, что я индивидуальность. Кстати, девочки, которые всю себя переделали, они просто под копирку похожи друг на друга. Я такой быть не хочу. Пусть у меня есть какие-то минусы, недостатки, но это все делает меня мной, так можно сказать. У меня куча других проблем. Вы знаете, лечение в сыпи, это очень-очень дорого. Не прописали анализы. Они, знаете, насколько дорогие. Будем надеяться, что все будет хорошо. Держите за меня кулачки. Я знаю, что вы меня любите, как сестренка. И не отрицаете. Даже хейтеры, вы же меня любите. Я же знаю. Как же вкусно, ребята. Мама сегодня очень была занята у нас у родственников. Некоторые проблемы. Поэтому мама пошла туда. И у меня была куча свободного времени. Поэтому я решила сама приготовить себе сырники. Ничего сложного в этом нет. Мне кажется, вот кто-то пишет, ой, как ты замуж выйдешь, как ты будешь готовить. Мне кажется, со временем это все получится. Я совсем забыла про нутеллу. Еще очень часто вижу в комментариях, люди пишут, сними видео с Шелли. На самом деле, мы один раз снимали с ней видео. И в результате нам, как сказать, не очень понравилось то, что получилось. Еще плюс звук опаздывал. И мы решили не выкладывать. В последнее время, пусть это не звучит как хвостовство, но у меня и так, и так очень хорошие просмотры. Я бы хотела снять видео с подписчицей. Но просто я не знаю, как это сделать. Уже очень давно у меня есть такая идея. Я помню, когда у меня было около 20 тысяч, я впервые озвучила эту идею. Тогда, знаете, все как-то накинулись на меня, все начали писать. Ой, ты прям такая популярная, что будешь кого-то пиарить. А сейчас у меня на полном серьезе есть такая идея, почему бы не помочь какой-то начинающей блогерши из Баку. Кто тоже хочет стать блогером, может быть, есть такие люди, которые смотрят меня, им нравится. Мне же не жалко. Просто ты не угадаешь, какой человек, например, в кадре будет хорошо смотреться, а какой нет. Кто вот более стеснительная, а кто нет. Ракурс бомба, да, согласитесь? Если вы хотите, чтобы я всегда снимала в таком ракурсе, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что мне очень важно ваше мнение. Сегодня с мамой сидели, думали, уже вот-вот 100 тысяч. И мы думаем, что же такое можно интересное снять. Мне кажется, роллы уже вам достаточно надоели. Мама говорила, давай торт из роллов. Я думаю, что, наверное, роллы не будут, а будет что-то разнообразное. То есть будет как на дне рождения. Чуть-чуть этого, чуть-чуть того. То есть такая поляна, и мы с вами будем обсуждать что-то, кушать. Наверное, все-таки это не стоит так говорить, это должно быть сюрпризом. Ну, не знаю, в последнее время вот все я должна делиться с вами. Что-то происходит в жизни. Мне хочется все поделиться и рассказать. Кстати, я сейчас читаю комментарии под прошлым видео. Многие здесь пишут, ты говоришь, мама приехала рано в 11 утра. Я вам могу это объяснить, потому что дорога от деревни до Паку, например, составляет 3 часа, даже больше 3 часов, около 4 часов. И для меня это рано в том плане, что она очень рано оттуда выехала. То есть обычно, когда к нам из района едут, приезжают под вечер. Вот поэтому. Мой сосед опять. Конь встал. Какие вкусные какие. А давайте еще с нутеллой. Вот так вот нутелла. Кто любит нутеллу так же, как ее люблю я? Последний киви. Я сейчас как раз таки читаю вопрос. И тут девочка задает вопрос касательно моей личной жизни. Что-то Айка в последнее время не говорит про своего парня. Они, наверное, расстались или больше не общаются. Так вот, ребят, все хорошо. Просто я не знаю, что именно рассказывать про него. Если вам что-то интересное, пишите, я расскажу. Но мы не расстались. Хочу вас обрадовать. Все шикарно. Все очень-очень хорошо. Я счастлива. Даже если бы я рассталась, я бы не стала, ну как бы, из этого делать шоу, наверное. Я не обвиняю блогеров, которые делают из этого шоу. Там видео с громким названием. Мы с мужем больше не вместе. Что произошло? Что повлияло на развод? Я бы, наверное, просто замолчала. Максимум там в инстаграме написала. Мы разошлись. Все. Не спрашивайте, пожалуйста. Но рассказывать в подробностях я точно бы не стала. Я не обвиняю этих людей, которые снимают подобные видео. Дело просто в том, что нашему обществу нравятся такие видео. И это нормально. Вот почему мы смотрим сериалы, там драма. А сейчас в последнее время сериалы не настолько как бы интересны, как истории реальных людей. Вот эти вот пусть говорят, например, прямой эфир. Люди смотрят эти передачи именно потому, что людям уже надоели, мне кажется, сериалы. И они хотят реальной жизни людей. Я тоже такая же. Вот я лучше какое-то интервью посмотрю, лучше какой-то влог. Любимого блогера посмотрю. чем вот эти вот сериалы, фильмы, которые по сценарию просто. С нутеллой вообще очень вкусно. У нас был очень дальний родственник. Ему изменилась жена, да, можно так сказать. И он настолько культурно с ней развелся. Настолько, то есть без шумихи, без вот этих вот грязных оскорблений, всяких слов. Я считаю, что так и должно быть. Если два человека расходятся, они должны ценить то, что было. А было хорошее тоже. Не бывает такое, что было только плохое. И уважаю то, что было. Не стоит обижать друг друга. Не стоит говорить тех слов, за которые потом вам будет стыдно. На этом все, я наелась. Я съела 7 штук. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Под этим видео в комментариях обязательно напишите свой вопрос какой-то, который вам интересен, который я могу обсудить в следующем своем видео. На который я отвечу в следующем видео. Самые залайканные вопросы, конечно же, будут отвечены. А на этом все. Желаю вам приятного аппетита, удачного дня. Всем пока!